Есть, кстати, ящерица. Знаете, какие вы думаете, ну, ящерица, наверное, у неё всегда ноги есть. Нет? Ящерица безногая. Задаю вам вопрос. Что? Веретенец, абсолютно точно. И ещё там такой есть желтопузик. А червяга — это не ящерица. Кто это? Это земноводная. Вот скажите мне, если я поймал в руке огромного червя и червягу, и держу, как я их различать буду? Они все похожи на червей. Но червь — это червь, а червяга — это всё-таки уже земноводная. Если вы говорите, что хочет у червя. А если о круглого, то там сразу будет понятно, потому что... Ну почему? А вдруг круглого или какое-нибудь другое? Потому что круглый не может, у него только продольные мышцы, не может только изливаться, а червяга... А червяга чего, мышцы или нет у неё? Нет. Что? Они могут оба довольно большие, в тропиках очень огромные червяги. Кстати говоря, очень простой вопрос, но что есть? У человека есть поперечные мышцы, она может сокращать и становится короче, а у круглых червей их нет. Кстати, да, у круглых нет поперечных, они сверху вниз не могут, а у них только продольные. Можно, но это более сложно. Есть ещё более простая вещь. У червяга есть у любой рот, можно будет короче. А ещё у рота есть у червей тоже. А, глаза? У червяга есть? Есть можно... Ну, знаете, что самое главное? У червяги позвоночник есть. Это же самое главное, вы щупаете, там всё прочное, прям это. А тут червь вообще костей никаких нету нигде. Вот, поэтому... Но рёбер у червяги нет. А теперь смотрите, я держу червягу в руках, это земноводная, да? И я держу в другой руке змею. Они, ну, как бы, ну почти похожи. Ну, в чём явная разница? Понятно. Если вы живёте змею, это будет намного сложнее для вас, потому что у них все рёбра. Вот, правильно. Во-первых, рёбра. У змеи везде рёбра есть. Есть с обмежной иония, принесла... Челюсть, да. Есть с обмежной иония, принесла... Ещё глаза... Ну, язык левушек есть. Что? Ну, червяга тоже, змея есть. Змея по другому выглядит. Ну, если серьёзно... Ну, во-первых, в чём? А есть очень и очень могут быть похожи. Ну, червяги просто цвет ещё такой особый. Ну, чёрный, конечно. О, ну, вы знаете, там кроме червяк ещё есть рыбозмеи. Это тоже лягушки без ног. Да такие длинные. Это безногие. Что? Рыбозмей вообще на змею похожи. Только вот, я вам сразу разницу хочу сказать. Присмыкающаяся сухая кожа. Вот, что вы сразу почувствуете. Всегда сухая у всех. А у земноводных она слизью покрыта. Это первая новость. Ну, а вторая, вот правильно, рёбра. Здесь вот есть рёбра везде. Это же присмыкающаяся, да, змея. А тут у них вообще рёбра нет, у земноводных вообще никаких рёбр вы не увидите. А теперь, если взять змею в одну руку, да, есть же там отряд чешуйчатых присмыкающихся, да, а есть подотряд, отряд чешуйчатых, включая себя подотряд змеи и подотряд ящерицы. Если змею взять, если в другую руку взять ящерицу, ящерицу, но есть ящерицы безногие. В общем-то, вот велетенец, вот сказала Полина недавно, да, вот велетенец, в общем-то, всё вообще как змея. Но почему-то её к змею не относят, почему-то её называют ящерицей. Вот, вот как вы думаете? Рёбра не везде будут? Почему? Рёбра спровождают грудной и поясничные отделы, а у змей? А он может довольно длинным быть. И тут длинные, и тут грудной, и поясничные очень длинные, и рёбра будут. Может, это связано с строением черепа или зубов? Нет. Знаете, я вот это не сказал, но вы должны понимать, что у змей всё-таки есть рёбра, но они не крепятся к грудине, и у них поэтому нет грудной клетки. Это змеи, это исключение. У большинства пресмыкающихся есть грудная клетка, у змей... Потому что у них есть рёбра и грудина. А у змей есть только рёбра, а грудины нет. Поэтому змеи являются исключением, у них нет грудной клетки. То есть по центру почувствуешь зло, там... Да, по центру у змей ничего нет, а у этой есть, говорю, это грудная клетка. Понимаешь? То есть это будет длинная веретенец, это ящерица без нога с грудной клеткой. Вначале. Спасибо. Спасибо.